Депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн провел совещание с представителями операторов связи и органами управления многоквартирными домами. На встрече прояснили вопросы, касающиеся содержания нового закона проекта, об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах. Управляющие компании теперь не смогут требовать деньги с интернет-провайдеров за вход в многоквартирные дома, а жильцы дома смогут выбрать оператора связи на свой вкус. Если речь идет о предоставлении услуг по передаче данных, иными словами, телефонное соединение СМС и доступ к интернету, это оборудование размещается бесплатно. Любое другое оборудование, там базовые станции приема, это уже ваши коммерческие взаимоотношения. Они могут идти через посредников, через агентские договоры, как угодно, как вы сами определите. Сейчас в большинстве домов работает ограниченный круг операторов. Как итог, монополизм, высокие цены за интернет и низкое качество связи. Новый закон позволит жителям многоквартирных домов напрямую заключать договоры с интернет-компаниями. Закон распространяется только на МКД. Но, послушайте, эта проблема-то МКД была. Если это мой личный дом, то кто меня вправе заставить провести сюда именно этого, провайдера? Тут у меня свободный выбор. Теперь взаимодействие коммунальщиков и провайдеров будет жестко регламентировано на федеральном уровне. Чтобы установить свое оборудование, компании будет достаточно заключенного договора на оказание услуг хотя бы с одним собственником многоквартирного дома. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, События.